В Волгограде подведены итоги работы областной комиссии по противодействию коррупции. О результатах на специальной пресс-конференции рассказал ее председатель, депутат Волгоградской областной думы Юрий Чекалин. Комиссия по противодействию коррупции Волгоградской областной думы провела в этом году десятки заседаний. Были избраны заместители, намечены направления работы, одно из главных новшеств – создание подкомиссии по проверке депутатских деклараций. По словам Юрия Чекалина, ему поступало много запросов по этому поводу. Комиссия обладает достаточно большими правами. Она признана прежде всего для того, чтобы не допустить коррупциогенных факторов, для того, чтобы не допустить проявления коррупции в Волгоградской областной думе, для того, чтобы помогать населению бороться с коррупцией, для того, чтобы проводить депутатские, инициировать депутатские расследования. Одним из успешных результатов работы комиссии в этом году стало включение в рабочую группу по проведению торгов, касающихся земель в Волжском, депутатов. По мнению Юрия Чекалина, именно на аукционах проявляются коррупционные составляющие. Но больше всего обращение в этом году в адрес комиссии связано с системой ЖКХ. Создаются так называемые левые ТСЖ, которые потом занимаются непонятно какой деятельностью, а в принципе отмывом денег. Оттуда идёт и оттуда, и по другим факторам идут так называемые вторые платёжки, потому что создаётся несколько управляющих компаний, которые пытаются обирать людей. Потом оплаты, непонятно, что включается в платёжки, то есть люди не могут разобраться. Систему ЖКХ в срочном порядке нужно делать прозрачной. Это подчёркивает и присутствующий на пресс-конференции депутат Государственной Думы. Для этого, считает Дмитрий Литвинцев, необходимо создать муниципальную управляющую компанию, которая была бы под отчётным властям. Такое предложение комиссия по противодействию коррупции уже направила в соответствующие органы. Станислав Лопатин, Дмитрий Сераштанов, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».